Здравствуйте, меня зовут Леонид. Название моего доклада переводится как «Укращение генеративного монстра». В нем я расскажу про практику построения модели генеративной болталки на основе претренированных моделей архитектуры типа GPT-2 или GPT-3. Начну с того, как перевести классическую языковую модель архитектуры типа GPT-2 в диалоговую модель, какие это ограничения наложат на диалоговый датасет для фантюна, какие нюансы и трюки существуют в фантюнинге такой модели, какие метрики можно использовать для оценки качества получившейся модели или бота на ее основе. Приведу примеры генерируемых реплик и оставлю ряд ссылок на дополнительные материалы для тех, кто захочет погрузиться глубже в вопросы создания генеративных болталок. Модель GPT-2 – это авторегрессионная модель на основе трансформеров, представляющая себя только декодер, который предсказывает следующие токи на основе предыдущих. Красиво проиллюстрировано и описано в заметке по ссылке, приведенной на слайде. На этом слайде приведены размеры этих моделей. Хочу отметить, что GPT-3 размером до 760 миллионов песок включительно, архитектурно не отличается принципиально от моделей GPT-2. И поэтому все, что применимо GPT-2, можно применять также и к ним. Существует ряд моделей, тренированных на русском языке архитектурой GPT-2. И сравнительно недавно Сбер выложил ряд моделей GPT-3 размером до XL, до 1,3 миллиарда песок, в открытый доступ. Необходимо помнить, что генеративная модель, не будучи никак ограниченной, может генерировать реплику длиной как 3 токена, так и 203 токена. И учитывая, что время генерации одного токена на примере модели GPT-2 размером 350 миллионов весов, это где-то 20 миллисекунд, можно получить большой разброс времени генерации и также никак не ограничены по умолчанию от зацикливания, повторения определенных некоторых токенов. Как с этим бороться, увидим позже в докладе. Перевод модели типа GPT-2 для того, чтобы она стала генеративной болталкой на вольные темы, я пишу на примере аналогичной задачи, которую решили ребята из HagenFace для соревнования ConvAi. Они описали свое решение в блокпосте по ссылке на слайде. Фактически они прикрутили вторую голову к языковой модели. Языковая голова с языковой модели училась предсказывать саму правильную реплику, а вторая голова училась предсказывать по скрытым состояниям последнего токена правильность реплики для данного контекста. То есть у нас был правильный ответ и ряд неправильных кандидатов, из которых модель должна была уметь выбирать. Дополнительно проиллюстрирую подготовку данных для такого фантюна модели. Собираются массивы из реплик заготовленных диалогов пользователя с другим пользователем, который представляет себя как бы ответы бота, где пользователь это спикер 1, бот это спикер 2. Вначале, соответственно, ставится токен begin of sequence, потом есть место для того, чтобы описать либо персону чат-бота, либо его пол, иметь вообще контроль за его репликами, если ваш датасет это позволяет. Можно контролировать пол, можно контролировать вежливость, можно контролировать длину генерируемых реплик. Все, что вашей душе угодно, если вы сможете собрать такой датасет, ну и комбинации всего этого. Собирайте такую цепочку, которая оканчивается токеном конца последовательности. Дополнительно в эмбиддинге, куда кладутся токен type IDs, собираются обозначения, к кому именно относится соответствующая позиция в исходной последовательности диалога токенов, где мы отмечаем теми же токенами спикер 1 и спикер 2 в нашей группе. А контрольные можно отмечать как спикер 2, соответственно, они будут относиться как бы к настройкам бота, можно к спикер 1, если вы загоняете какие-то параметры, обозначающиеся что-то у пользователя, или же заводить вообще отдельный токен для общих некоторых контрольных данных. В современных реалиях к датасету для обучения диалоговой модели можно предъявить следующие требования. Если вы делаете этого бота с какой-то характеристикой, с каким-то описанием персонажа, то реплики бота должны быть статистически подходить к этому персонажу на протяжении всего датасета или той части, которая относится к этому персонажу. Датасет должен покупать широкий разброс тем, на которые изначально задумывается ваш бот, а также те темы, на которые пользователь может его увести, и вы бы хотели там не удавить грязь лицом. Должно распадаться течение диалога его контекста, чтобы бот не перескакивал с темы на тему внутри одной беседы. Реплики бота должны быть достаточно интересными и тривиальными, интересными как минимум для того, чтобы поддерживать дальнейшую беседу с ним, а не тривиальными, чтобы... Есть такой момент, что если вы научите бота общаться слишком простыми фразами или ответами, то он будет стремиться ими же и отвечать на все, что можно. Чтобы бороться с токсичностью, с употреблением мата и затагиванием каких-то болезненных тем, нужно предусматривать их обсуждение в датасете со стороны пользователя, но какие-то нейтральные ответы бота на подобные попытки его провоцировать на неподобающую с вашей точки зрения речь. Есть небольшой лайфхак в этом при подготовке датасета, что вы можете взять уже файнтюнинную модель, пройтись ею по датасету с целью поиска реплик, которые каким-то образом выбиваются, которые потом просмотреть глазами и дополнительно еще почистить или исправить. На слайде приведу примеры тех параметров, которые можно воспользоваться для стартового некоторого подхода, для обучения генеративной болталки. Соответственно, у нас собирать модельку на двух головах. Логично взять библиотеку Hagen Face Transformers, в которой уже есть готовая GPT-2 Double Heads Model. Подготовить датасет с диалогами вам понадобится примерно не меньше 10 тысяч цепочек диалогов, где мы считаем за цепочку его отдельную конкретную часть. То есть у вас может быть большой диалог, который вы разрежете на несколько, которые постоянно увеличиваются своей длине по ходу его развития. И таких цепочек вам для первых хороших результатов понадобится где-то 10 тысяч. Оптимизатор. В связи с тем, что Новоград позволяет экономить ресурсы, можно стартануть с него, поставить такие параметры, как указаны на слайде, получить где-то 40 эпох. При этом ориентир по перплексии примерно равен 5. Хорошее соотношение между лоссами для языковой головы и головы NSP – это полтора к одному или два к одному. Понадобится не меньше трех негативных кандидатов для NSP головы, которые можно по-разному отбирать. Еще если у вас датасет собирается каким-то образом из литературы или еще из каких-нибудь источников, имеет смысл его реплики ограничивать по длине в токенах, чтобы он был более равномерным и примерно соответствовал дальнейшему применению. Хороший размер для старта ограничивать реплику каждого пользователя или, соответственно, или бота. Где-то примерно 60-64 токена. Ну и внизу слайды еще пара ссылок на другие подходы к файн-тюнингу, которые имеет смысл ознакомиться, но я не буду рассматривать. На инференсе все происходит аналогично. Единственное, что реплику, которую вы генерируете, вы, соответственно, не подставляете. У вас все заканчивается токеном Speaker2, ну и, соответственно, очень токенами, описывающими тип токена. И последовательно набираете в триггерсионной манере вашу новую реплику. Немаловажно после файн-тюнинга каким-то образом замерять качество вашей модели. Для этого неплохо себя показывает пара метрик на слайде. Это SSA, который представил Google в своем докладе про свой бот Miena. Это среднее между релевантностью и специфичностью. И метрика Qtival, которую представил Facebook в заметке про свой Blender Boot. SSA – это такая метрика в абсолютных единицах, которая меряется для реплик конкретной модели. И, соответственно, можно несколько разных моделей сравнивать по единой шкале и пробовать разные подходы. Метрика SSA показала себя довольно сложной для объяснения оценивающим в применении к некоторым репликам GPT. Также интерпретация ее результатов не всегда однозначна с точки зрения продуктового применения. А метрика Qtival сравнивает модели side-by-side. То есть вы сравниваете модели попарно. При должной формулировке вопросов не возникает проблема с объяснениями асессором. И можно использовать для сравнения моделей не только как они общаются, возможно, с человеком, вот с человеком, а также модели между собой. Таким образом постепенно отбирать лучшую. Ну, что, в принципе, иногда также усложняет сам процесс отбора. Но зато она, при, опять же, правильной формулировке вопросов асессором, она довольно легко интерпретируется с точки зрения большего продукта. На генерации, чтобы повысить метрику SSA, можно использовать следующий трюк, когда вы генерируете несколько кандидатов тем или иным сэмплированием. И потом выбираете лучший дополнительным классификатор. Можно построить классификатор на отдельные нейронки, можно воспользоваться каким-нибудь бустингом. В принципе, можно воспользоваться вообще второй головой самой модели, что довольно интересное решение, когда вам не требуется не подключать никакие дополнительные средства. Ну, и также вообще воспользоваться какими-то бытовыми евристиками серии длинные фразы, используя каких-нибудь слов и так далее. Следующий момент, который я также упоминал в начале доклада, это борьба с повторяющимися токенами. В рамках библиотеки Transformers реализована возможность штрафа за повторение, так называемый параметр Repetition Penalty. Его значение 1,2 – это хорошая стартовая точка для проб. Следующий момент – это сэмплирование токенов. Соответственно, у вас доступно жадное сэмплирование, когда вы просто выбираете токен с максимальным скором, а также можете воспользоваться разнообразными сэмплированиями, как Nucleus Sampling, где вы сэмплируете из наиболее вероятных токенов температурное сэмплирование, где за счет температуры вы управляете степенью уверенности. В одну сторону, если вы его покрутите, то вы повысите ответы модели тех, которых более уверенно на основе дату-сэта, на котором она обучалась. А в другую сторону, что она будет давать более разнообразные, более фантазирующие ответы. Здесь на слайде привожу дополнительные ссылки, куда можно посмотреть. И первая ссылка – это неплохое видео, где видно прям как крутятся параметры и что выдает при этом модель. Немаловажно читать документацию по библиотеке Transformers. И там различные параметры для генерации описаны с примерами и с источниками, откуда они вообще появились. Две статьи, описывающие Nucleus сэмплирования, финализацию повторения, откуда она пришла. И простыми словами описывающая заметка, описывающая температурное сэмплирование. Список советов, которые можно применить в целом вообще к построению болталки. С какого-то момента при создании датасета становится важным общая стилевая консистентность. И вообще качество реплик моделей становится важнее, нежели чем количество диалоговых реплик, на которых вы будете учиться. Использование паст-процессинга ваших реплик, когда вы хотите исправить какую-то пунктуацию или же убрать какие-нибудь стоп-слова, это довольно болезненный процесс. Лучше подготовить правильно датасет, на котором зафайн-тюниться, и чтобы модель вам изначально выдавала качественные ответы. Если вы захотите обучить модель, чтобы она выдавала правдоподобные ответы на так называемые фактоидные вопросы, или как бы диалоги с обсуждением неких фактов из реального мира, то тут сильно зависит на качество ответов бота в этом датасете. Потому что если вы засунете туда слишком простые ответы, вроде сухих дат рождения каких-нибудь персонажей, то можете получить, что ваша моделька просто будет на ряд вопросов отвечать произвольными датами. С ее точки зрения это был годный ответ на подобный вопрос. Чтобы ускорить генерацию реплик, попробуйте задействовать батчинг. То есть, когда у вас контекст от нескольких пользователей обрабатывается в параллели вашей моделью. Также попробуйте разнообразные способы ограничения длины вашей генерации. Это может быть какой-то эмпирический подбор, а может быть, может зависеть от предыдущего диалога с пользователем. То есть, условно говоря, если пользователь с вами общается короткими фразами, то и вы им отвечаете короткими фразами. Ограничение длины контекста, поскольку чем больше контекст, который вы на каждом этапе подаете, тем на практике дольше она генерирует каждый следующий токен. Используйте кэширование, учитывая, что вообще эта реализация простым флагом включается в библиотеке Transformers. Попробуйте задействовать FP16, попробуйте использовать меньшие модели. Может быть, вам хватит RUGPT и SMALL какой-нибудь вариант. Перспективный, кажется, для использования ONNX Runtime, хотя там возникают сложности с совместимостью между разными версиями библиотек. Не забудьте проверять, как работают ваши ассессоры, как при оценках, так и если вы с помощью неких заданий в нотологии пытаетесь почистить ваши диалоги для датасетов. Поиграйте с параметрами, потому что для конкретного датасета, на котором вы научились, вполне могут быть выигрышными совершенно другие параметры, нежели чем те, которые вы прочитаете в интернете. Если вам позволяет ваше требование к скорости работы, попробуйте генерировать несколько реплик, из них выбирать лучшую, либо через классификацию, как я описывал, либо, может быть, какую-нибудь ранжирующую модель применить. Здесь на слайде привожу реплики, сгенерированные нашими тестовыми ботами, где мы отлаживаем модельки при разговоре с людьми, чтобы отловить, если куда-то явно модель принесет. Один из ботов на этих слайдах – это вообще жадная генерация. Другой – это генерация с сэмплированием. И оба показывают себя довольно неплохо и веселые ответы. Хотя на какие-нибудь фактические вопросы, скорее всего, вы получите большую порцию фантазий. Здесь обещанные, представляю обещанные ссылки для тех, кто хочет погрузиться в вопрос поглубже. Первая статья – это про так называемый Unliklihood Training, когда модель на этапе тренировки старается бороться с тем, чтобы она потом на этапе генерации генерировала меньше повторяющихся групп токенов. Следующий вариант контроля генерации GPT без перетренировки уже готовой фантюниной модели. То есть там автор добавляет дополнительный слой, который тренирует на некотором датасете и потом с помощью ключевых фраз управляет генерируемой репликой. В некоторых случаях вполне себе работоспособный вариант. Дальше две ссылки, которые, ну, их авторы отличают как применение части технологий, задействованных в Reinforcement Learning для нужд текстовой генерации. В одном случае делают там перезвешивание при фантюнинге, а в другом собрали фреймворк, который позволяет накладывать дополнительные ограничения на модель во время пантюнинга, что заявляется как способ получить лучший результат. Ну, доклад окончен. Спасибо, что прослушали.